Официальная часть начинается по военному четко. К мемориалу героическим защитникам Севастополя возлагают цветы и венки, присутствующие среди которых офицеры, ветераны, официальные лица и простые горожане вспоминают погибших и чествуют живых. Защитники Отечества, те, кто уже в отставке или еще на службе, сегодня в одном строю. Праздник объединяет военных разных поколений. От вчерашних матросов до уже седых ветеранов. И если говорить о Севастополе, то уникальность еще этого праздника и в том, что он объединяет военнослужащих в двух, по сути дела, разных государствах. Генерал-майор в отставке Анатолию Пономареву за годы службы вставать на защиту Родины приходилось не раз. И День Советской Армии и Военно-Морского Флота для него, как и для каждого служивого, в календаре был главным. Всенародный праздник, он не кем-то придуман, он не кем-то навязан, он не кем-то внедряется. Он родился на полях сражения, благодаря массовому героизму, благодаря патриотизму, преданности Родине и верности своей военной присяге. Мероприятие продолжилось в Театре имени Луначарского. На торжественном собрании, посвященном Дню Защитника Отечества, к собравшимся с приветственной речью, обратился председатель Госадминистрации. В честь праздника военнослужащим двух флотов и ветеранам за особые заслуги перед Отечеством вручили нагрудные знаки и грамоты. А семьям военных моряков от командования ВМС Украины выдали ордера на квартиры. Александра Тлакачева, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».